Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных событиях в Чувашии прямо сейчас. В Чувашии 8 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сомнительные результаты тестов выявлены у двух человек. Первая – это сотрудница Чебоксарской больницы. Из-за этого вчера в столице Чувашии полностью закрыли первую и вторую поликлиники городского клинического центра. Сомнительные тесты и у пациентки Урмарской больницы. Там закрылись два корпуса ЦРБ. В обсерваторе сейчас находится 46 человек, в том числе 20 сотрудников больницы. По оперативным данным Минздрава Чувашии, 704 человека находятся под наблюдением. Из них 607 в домашних условиях, 55 человек госпитализированы, 42 человека находятся в обсерваторе. Сидим дома. Этот хэштег звучит как призыв. Особенно он актуален для тех, кому больше 60 лет. Людей с хроническими заболеваниями, беременных, даже к врачам без острой необходимости не стоит ходить. Медики еще раз напоминают о необходимости самоизоляции. В Чебоксарах в больнице скорой медицинской помощи врачи работают в усиленном режиме. Количество обслуживаемых пациентов увеличилось. Работа идет напряженно, но штатно. В настоящее время у нас в стационаре находится на лечении 22 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и 7 у которых коронавирусная инфекция подтверждена. Хотел бы подчеркнуть, что один пациент, то есть всего у нас в республике 8 на данный момент, то есть один пациент выписан, он выздоровел. Выздоровел благодаря усилиям, конечно же, медиков. И в первую очередь наша задача общая – это минимализировать общение людей. Поэтому чем меньше людей, ну кто может подождать, окажется в медучреждении, тем больше будет соблюдаться принцип изоляции популяции и тем больше вероятность, скорее всего, так сказать, победы данной инфекции. Поэтому, и это прописано в нормативной базе, но если переводить на такой человеческий язык, те, кому не показано вот такое срочное лечение и его жизнь и здоровье не усугубляется, значит, там по дням и по часам, ему не нужно. Те, у кого оказание медицинской помощи можно отложить, они не должны находиться в больнице в настоящее время. И это в первую очередь защита их самих, вот этих людей, поскольку если они имеют хронические заболевания, тем не менее их иммунитет, он все-таки скомпрометирован. Он не настолько серьезно готов к борьбе, значит, вот с этим незнакомым, значит, вирусом пока населения. Поэтому это в первую очередь защита самого пациента. В республике созданы все возможности для лечения беременных женщин с симптомами коронавируса. Если такое случится, изолированный стационар подготовили в третьем акушерском отделении Чебоксарской клинической больницы. На входе в акушерское отделение острожайший санитарный фильтр. Без защитного костюма и маски сюда не пройдешь. Рекомендации от врачей – обрабатывать руки антисептиком. Главное не допустить даже малейшего контакта с инфицированным пациентом. Будут изолированы не только палаты, но и родильный зал. Если мы будем подтверждать коронавирусную инфекцию, у нас ребенок сразу берется и изолируется в ту комнату. Новорожденных, если это понадобится, поместят в кувезы. В инкубационные блоки для малышей подают кислород. Это при нормальной нашей мощности на 3-4 недели кислорода. То есть у нас на сегодняшний день здесь кислородоснабжение двумя источниками уже организовано. И на сегодняшний день у нас есть кислородная проводка, она подведена до 12 точек. Для рожениц подготовили аппараты искусственной вентиляции легких и необходимый запас пендикаментов. Акушерское отделение номер 3 перепрофилировано для приема инфицированных пациенток со всей республики. Скорая анамнез все равно соберет, посмотрит клинически и сделает свой вывод. И если есть подозрение или температура очень высокая, она привезет в тот приемный покой, который предназначен для приема таких пациентов. Там есть все необходимые условия, палата выделена, отдельный пост, есть санитарная комната, процедурная. Сейчас в условиях режима повышенной готовности крайне важно не допустить того, чтобы поликлиники и больницы стали зоной риска. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент из-за нарушения правил карантина. Олег Николаев отметил, что следить за теми, кто должен соблюдать самоизоляцию, в республике будут и при помощи специальной системы. Систему электронного надзора по мобильным телефонам вчера его окончательно запустили уже в действие. И с сегодняшнего дня все новые люди, которые так или иначе будут находиться под медицинским наблюдением, их местонахождение будет автоматически определяться через мобильный телефон. В случае нарушения этими людьми карантинных мер, конечно же, мы будем к ним применять меры административного наказания. Пока инфекционные стационары республики справляются с нагрузкой. В Рио главы региона отметил, что если понадобятся, то изолированные места для пациентов с симптомами коронавируса развернуты в других больницах. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Министерство просвещения России из-за пандемии перенесло сроки проведения единого государственного экзамена. Если не будет еще каких-то изменений, то ЕГЭ 11-классники начнут сдавать 8 июня. Девятиклассники ОГЭ 9 июня. В Государственной Думе России вопрос держат на контроле. Все для безопасности детей и для жизни наших граждан. Если потребуется, будет и второй перенос. Но пока что об этом говорить рано. Если потребуется, будем передавать оперативно все предложения родительского сообщества Чувашской республики в федеральный центр. Нас Чувашскую республику слышит и министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, мы с ним на связи. И руководитель Рособорнадзора Музаев Адзор Ахмедович. Поэтому мы постоянно на связи. Поэтому сейчас беспокоиться совершенно не о чем. Очень важно обеспечить главное условие обучения детям. В первую очередь на что мы делаем акцент? На график, на режим. Потому что в домашних условиях даже у взрослых сбивается режим. Поэтому очень важно, чтобы был график понятный. Чтобы была зарядка, был какой-то спорт, были творческие какие-то задания, вне зависимости от возраста. И, конечно, выполнение обычной, скажем, рутинной предметной области. Задания из предметной области. Но и кроме всего сейчас есть возможность наверх стать, что важно. Потому что класс не отвлекает. Потому что это фактически как индивидуальная образовательная траектория. Педагога можно дополнительно что-то спросить и выполнить эти задания. Поэтому даже есть шанс подготовиться еще лучше к единому госэкзамену, который был уже перенесен. Поэтому есть, конечно, еще одно понимание, что есть проблема с трафиком. Сейчас, к сожалению, операторы связи не справляются с потоком людей, которые сейчас на связи. Потому что многие ушли в дистанционный режим и работы, и обучения. Поэтому работаем над этим. Понятно, что все ранее предполагали стратегически, что когда-то случится переход к дистанционному обучению. Но никто не предполагал, что в мире будет такая проблема, обстоятельства, которые заставят всех перейти на дистанционный режим. Поэтому, конечно, система оказалась не в полной мере готова. Но очень радует, что быстро предлагаются системы и решения, что все оперативно. Продлевать учебный год пока не планируют. Возможно, выставлять итоговые оценки Минпросвещения будет рекомендовать по итогам предыдущих четвертей. Но это касается только начальной школы. Студенты вузов общаются со своими наставниками дистанционно. Занятия идут ежедневно вместе с ними в практических занятиях. Старшего преподавателя машиностроительного факультета ЧГУ Максима Купцова поучаствовали и мы. Всем добрый день, уважаемые студенты. Сейчас мы проведем занятие по дисциплине ведения хан-системы. Что ж, мы начинаем создавать деталь. В нашей привычной среде соли 368. Как обычно, мы нажимаем на СКД деталь. Переходим в рабочую среду. Какую же деталь мы сегодня с вами будем делать? Обычную деталь, типа вращения, диск, чертеж сейчас я вам покажу. В принципе, ничего такого сложного. Все мы помним, как делать такие детали. А вот наш чертеж. Имеет определенные размеры, скругления, фаски. Сейчас для более удобного варианта я разобью на два окошечка, чтобы было видно сразу и чертеж, и деталь. Как мы будем делать? Ну что ж, ребята. Среди этой группы 21 из нас. На этом занятие занятое кончено. Сейчас я вам отправлю несколько чертежей в виде практической задачи. Отчеты по которым я жду в течение часа. Вы должны мне через час уже прислать две детали. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 15.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова